Здравствуйте в студии столицы Нижний Евгений Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу сегодня в выпуске. В полный комплект до выборов в Думу Нижнего Новгорода состоялись, кто получил три депутатских мандата. Памятник Максиму Горького из парка Кулибина отреставрировали, но с новой пропиской пока не определились, какие есть варианты. Медики прогнозируют рост сезонной заболеваемости, когда начнется прививочная кампания. До выборов в городскую Думу Нижнего Новгорода, признанные состоявшимися, явка по данным избиркома составила в среднем 11%. Лидеры голосования Станислав Прокопович, Шамиль Аляудинов и Андрей Коловов. Они займут вакантные места, которые освободились после избрания ряда депутатов в Государственную Думу России и Законодательное Собрание Нижегородской области. Все подробности в сюжете Юлии Серебряковой. До выборов в Думу Нижнего Новгорода состоялись. По предварительным данным победителей трое. Два представителя от Единой России и один от Справедливой России. Явка была невысокая. В основном голосовали те, кто уже знаком с работой кандидатов. А кто же тогда пойдет, как не мы? Мы же сами для себя выбираем. Эти люди напрямую, мне кажется, влияют на то, что происходит у нас в районе, у нас в городе. Я думаю, что это даже может быть более важно, чем президентский, потому что президенту направляет в целом всем. А тут что-то такое более частное. Первые избиратели уже приходили буквально с 8-5. Люди очень ответственные. В основном старшее поколение приходит. Но молодежь, то есть впервые голосовавшие 18-летние, тоже, соответственно, приходит. Шамиль Аляудинов набрал наибольшее количество голосов на 27-м округе в Нижегородском районе. В его трудовой книжке есть записи из Борского ремонтного завода. Там он работал автослесарем. Затем трудился заместителем директоров теплоэнерго. Сейчас является замом управляющего в Нижегородском проектном институте. Во время предвыборной кампании вместе с жителями округа разработал программу по благоустройству, которая пересекается с федеральным проектом формирования городской комфортной среды. Мы выявили все болевые точки при опросах, где какие проблемы существуют. Где-то нужно обязательно произвести кранирование деревьев, где-то нужно произвести спил деревьев, поставить лавочки, асфальтировка. На теме благоустройства построена и программа Станислава Прокоповича. Он собрал наибольшее количество голосов на 18-м округе в Московском районе. Первые результаты этой программы уже есть на сайте администрации Московского района. Там написано, изложено, в какое время, в какие годы, какие адреса. Еще один победитель – Андрей Колубов. Шел на выборы самовыдвиженцем, хоть и состоит в партии «Справедливая Россия». В прошлом созыве был депутатом Законодательного собрания области. Хотелось бы, безусловно, чтобы получилось все задуманное. Безусловно, это, в первую очередь, благоустройство. Безусловно, это социальные проблемы, проблемы многодетных семей, проблемы пенсионеров. Времени на то, чтобы завоевать любовь избирателей и реализовать все задуманные, у депутатов гораздо меньше. В отличие от коллег в городской думе, которых выбирали на пять лет в 2015 году, новым депутатам работать в этом созыве придется всего три года. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижний. Памятник Максиму Горькому, который был демонтирован в парке имени Кулибина в 2012 году, отреставрировали. Сейчас остается нерешен вопрос о его новой прописке. Вариантов несколько. Сквер на улице Ефремова, площадка перед кинотеатром Буревестник и сквер на улице Ковалихинской. Прогласовать за любой из них можно на сайте городской администрации. Об этом рассказал по итогам оперативного совещания в мэрии первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов. Кроме того, на совещании обсудили создание комфортной городской среды в Нижнем Новгороде. Федеральная программа, в которой участвует муниципалитет, дает больше свободы архитекторам. Хотелось бы сказать, что все меняется. Вы знаете, что в формате комфортной городской среды, федеральной целевой программы, такая работа проводится. То есть дана свобода, в частности, нижегородским архитекторам по принятию решения. То есть уходим от типовых шаблонных решений. Ориентируемся на мнение жителей. То есть те проекты, которые на сегодняшний момент реализовываются, они прошли все публичные обсуждения именно в формате деловых игр. В дальнейшем я упор делал именно на то, чтобы именно архитекторы занимались не по остаточному принципу, у нас благоустройство шло, а именно делался по концепциям, разрабатывался уже проект, эскизный проект, согласовывался с жителями города. По их замечаниям разработалась проектная документация и уже, чтобы вели эти работы и сопровождали архитектора. Прививочная кампания против гриппа полным ходом идет в Нижнем Новгороде. Вакцинация проходит в поликлиниках, школах и на рабочих местах. Нижегородцы делают прививки активнее, чем в прошлом году, однако больших очередей не наблюдается. Медики прогнозируют о заболеваемости гриппом в январе и феврале 2018 года. На данный момент ситуация в области стабильная, между тем специалисты рекомендуют не затягивать с профилактикой. Грипп, он опасен осложнениями. И вот эта цель профилактическая направлена в первую очередь на то, чтобы предотвратить, вот как я уже сказала, летальные исходы и тяжелое течение заболеваний. Первый транш практически мы на сегодня заканчиваем иммунизацию. И поэтому мы просим наше население активно прийти в наше поликлиническое звено. Из-за прививок люди не болеют. Скорее всего, просто у них был инкубационный период, когда они делали эту прививочку. Ну, в легкой форме заболевания. Не нужно так делать. То есть нужно приходить здоровым на прививку. Студенты Водного университета успешно прошли практику на Черном море. Курсанты научились управляться с парусами, работать в команде и преодолевать страх перед стихией во время шторма. Два месяца будущие моряки жили в спартанских условиях, побывали в нескольких городах, в том числе в Севастополе и Ялте. Обучение проходило на борту фрегата Херсонес. На встрече в университете декан факультета судовождения и председатель клуба капитанов при вузе Михаил Чурин подарил студентам сборник своих рассказов о непростых буднях моряков торгового флота. Книга ориентирована на начинающих судоводителей. Сами курсанты поделились своими впечатлениями от первой в их жизни серьезной практики на море. Самое интересное это поднятие на матч, когда она высотой 46 метров. Вот, например, у нас Бизань. Мы поднимаемся на самый верх, это Бомбрам. Там, занимаясь своими делами, распускали паруса, ставили его, поднимали. И все это происходило в любую погоду. Либо она простая, солнечная, тихая, либо шторм, как мы выходили из Феодосии и шли в Севастополь. Как мы из Феодосии уходили, это реально было весело, потому что мы должны были укатать все эти паруса. А в первый раз это делали как раз при таких погодных условиях, к которым не совсем привыкли. Но это было здорово. Были поставлены новые задачи, вопросы, в первую очередь, воспитательного воздействия на студентов. И вот это в момент он как раз нашел отражение в этой книге. А не только рассказы про профессиональные деятельности, там касается еще и устройства личной жизни, каких-то интересов в работе в платосоставах. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова